В этом сезоне InHale всего 14 игроков зарабатывают 10 и больше миллионов долларов. Если брать не фактическую зарплату, а средний размер контракта, разница на самом деле есть, она принципиальна, я объясню в отдельном видео. Больше всех зарплату канадца Конора Макдэвида 12,5 миллионов. Сразу после него идет молодой человек из Коркина 11600 с какими-то копейками. И в этом списке всего два вратаря, причем среди них нет Андрея Василевского, лучшего вратаря в истории. Он зарабатывает 9,5 миллионов. Зарплата Кэрри Прайса 10,5 и 10 миллионов в год зарабатывает еще один наш Сергей Бобровский. Парень из Новокузнецка входит в 14 игроков в НХЛ с 10 миллионной зарплатой и является одним из двух вратарей, которые в принципе зарабатывают такие деньги. И в этом сезоне он не входит не то что в число лидеров по базовым вратарским метрикам, а увяз где-то на самом дне. Его Флорида, которая по идее одна из сильнейших команд современной НХЛ, застряла далековато от зоны плей-офф. Нас всех очень волнует, что происходит с лучшим вратарем России 2010-х и почему он не играет на свои деньги, и сейчас я об этом немного расскажу. Обозначу глубину статистического падения Бобровского. Возьмем два стандартных вратарских показателя. По пропущенным средним за матч голам Сергей идет в четвертом десятке среди вратарей НХЛ, при том что в лиге 32 команды. По отраженным броскам примерно там же, хотя по количеству бросков в створ его ворот Бобровский даже не входит в первую двадцатку, по другим бросают чаще. Возьмем продвинутый показатель голы, отраженные сверхожидаемых. Он получается, если из ожидаемых голов, которые за весь сезон сгенерили соперники, вычесть голы, которые вратарь по факту пропустил. По этой метрике Бобровский идет в седьмом десятке вратарей НХЛ. Всего в этом сезоне на лед выходили 86, если честно, я не знал, что их так много. И вот Сергей очень близко к концу этого списка. Рядом с такими монстрами, как Дэн Вадар, Логан Томпсон и Арвид Сёдоровлова. Тут в нашем с вами разговоре первая развилка. Мы можем пойти по стандартному пути и сказать, ну все, с Бобровским все понятно. Он пустарел, разжирел, его расслабил в солнечной Майами и все. Бобровский с его рабочей этикой расслабился вряд ли. Мы можем сказать, ну вот же есть статистика, по которой все видно. Да, но давайте посмотрим суровую физиономию фактов. В регулярке 21-22, то есть в прошлой регулярке, Бобровский был первым вратарем в НХЛ по числу побед. Он был четвертом в лиге по тому самому показателю голы, отраженные сверх ожидаемых. У Сергея 23-4 и позиция вслед за Шестеркиным с его гениальным сезоном, за который его выберут лучшим вратарем лиги. Вслед за Василевским, который один из лучших вратарей в истории. И вслед за Фредди Андерсоном, за которого играла система Каролины и ее монструозный защитный состав. Начинается плей-офф в моей картине мира гораздо более показательная с точки зрения уровня игроков стадия. Бобровский играет все 10 матчей плей-офф и играет так, что по итогам плей-офф остается четвертым вратарем по тому самому показателю, давайте я скажу, Гсайе. Четвертым после невероятного Шестеркина, после лучшего вратаря в истории Василевской и после Оттинджера, который выдал поэтически красивую серию против Калгари. Это было не 15 лет назад, это не Коламбус Тартареллы, не Челси Мауриньо, это Флорида Джоэля Кеннеля Эндрю Брюнетта, которая была только 12-й в регулярке по пропущенным голам. Ну то есть не то, чтобы самая жесткая оборонительная структура. А еще мы с вами можем сделать вид, будто разбираемся в игре вратаря на уровне тренеров NHL и просканировать эпизоды игры Бобровского и данные по местам, которые ему чаще всего залетают. У меня есть данные от друзей из Северной Америки, я прям могу посмотреть и сказать, Сергей пропускает под и над блином больше, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне он отбивал 86% шайб, прилетавших над блином, и 88% тех, что летели ниже. В этом сезоне показатели упали до 80 и 75% соответственно. Ну то есть можно сделать вывод, Сергею надо лучше играть блином. Неплохо, вот только для этого придется всего лишь предположить, будто в этом сезоне Бобровскому бросали те же самые игроки с тех же самых позиций, что и в прошлом сезоне и все эти игроки попадали в те же самые точки, что и в прошлом сезоне. Ну чтобы наше сравнение работало. Я думаю, что это просто невозможно. То есть эти цифры могут оказаться полезными для самого Сергея, но только он или тренеры из его команды могут нам объяснить, как их трактовать. Если нас интересуют, конечно, действительно стоящие выводы, а не какие-то выдумки. Еще пара фактов для расширения темы. Второй номер Флориды Спенсер Найт сыграл меньше матчей, но его показатели еще хуже, чем у Бобровского. В Анахайме играет мой любимый вратарь Джон Гибсон. Ну вы поняли, почему он мой любимый вратарь. Это один из двух лучших вратарей США прямо сейчас. Его зарплата не 10 миллионов, конечно, но тоже не маленькая, 6,4 миллиона. В этом сезоне у него 33 матча и 77 место среди 86 вратарей, сыгравших в Анахайл в этом сезоне по голам, отраженным сверхожидаемых. Что я хочу сказать. Судя по совокупности того, что мы знаем о Бобровском вообще, с учетом цифр за прошлый сезон, он остается топовым вратарем. Но даже топовые вратари не всегда могут затащить свою команду наверх таблицы. И даже у топовых вратарей бывают слабые сезоны. У меня есть ощущение, что неадекватной оценку игры Бобровского в последние несколько лет делает фактор его зарплаты. И что этот фактор влияет на оценку больше, чем сейвы, отскоки и работа блином. Понятно почему. 10 миллионов это очень большие деньги. Огромные для вратаря деньги. Лучший вратарь в истории НХЛ Андрей Василевский получает 9,5. У него 2 кубка Стэнли и 3 финала в качестве основного вратаря. Очевидно, что от вратаря на такой зарплате аудитория на автомате будет ждать аналогичного хоккея. На пике быть не просто лучшим вратарем лиги и не X-фактором, а XXX-фактором. Человеком, который берет для своей команды кубковые матчи и в результате кубки. При этом и на спаде нужно оставаться очень высоко в первой десятке вратарского топа НХЛ по всяким модным и не очень показательным. Только тогда к тебе не будет вопросов. И тут момент, в глаза на который мне в какой-то момент открыл человек из топ-2 футбольных аналитиков страны Вадим Лукомский. Зарплату ошибочно считают объективным отражением качества и объемов работы игрока. На самом деле ее размер гораздо больше зависит от субъективных факторов. Сколько игрок запросил, готов ли клуб платить ему столько, сколько он запросил и вообще сколько предложений у этого игрока. Кстати, это работает не только в спорте. Переносимся в 2019-й. Сергей вышел на рынок свободных агентов, топовый вратарь НХЛ, недавний обладатель визина и вообще двухкратный обладатель визины, который помог Коламбусу разбомбить в первом раунде Тампу сильнейшую команду регулярки того сезона. Да, в целом у него был не то чтобы идеальный сезон, но он все равно был суперзвездой своего амплуа. Посмотрите на какой рынок он выходит. В НХЛ только приехал шестеркин, еще не было Сорокина, топов вратарей сколько? Пять, шесть, наш Вася, Хелебаг, Прайс, Биннингтон и тот же Гибсон. Когда безусловная суперзвезда выходит на рынок свободных агентов, она точно получает много, потому что так работает рынок. Вратарь такого уровня появляется на рынке с регулярностью 500 тысячных видосов на моем канале. Вратаря такого уровня в таком боевом возрасте в обычное время невозможно взять никак, кроме как через драфт и через многолетнее развитие. Конечно, к нему повышено внимание, конечно, у него есть варианты, и каждый, кто предлагает контракт, это прекрасно понимает. Такова вообще современная НХЛ. Вратарям, которые показали хоть какую-то стабильность, будут платить. Дарси Кемперу в Вашингтоне прошлым летом дали пять с небольшим миллионов. Тем же летом 2019-го большой контракт получил приятель Бобровского Артемий Панарин, и он был в такой же ситуации – свободная суперзвезда. Может быть, его объективные деньги меньше почти 12 миллионов, но субъективный спрос на него потащил сумму наверх. Так что сумма контракта – это не проблема Бобровского, это проблема менеджмента Флориды, который, кстати, прошлым летом прошел по острию, чтобы улучшить команду, и, кажется, не очень-то преуспел. В прошлом году Флорида была шикарной командой, которой для более уверенного шага в плей-офф не хватало каких-то совсем небольших деталей. Регулярку Пантеры забрали уверенно, а битва с Тампой была намного более близкой, чем, говорит, ее итоговый счет 0-4. По голам в той серии Флорида проиграла 3-13, и проблема скорее в том, что у лучшего нападения лиги не получалось забивать. У команды выпало большинство. Может быть, покрутить большинство? Вместо этого перелопатили топ-6 команды и тренерскую скамейку. Минус Юбердо, третий бомбардир прошлого сезона, плюс Мэтью Ткачак из Калгари, минус Андре Брюнет, который ушел в Нью-Джерси и стал одним из архитекторов. Самой большой сенсацией сезона на днях у Флориды попался за рулем под какими-то веществами. Плюс Пол Морис. В итоге сейчас все неплохо у одного Ткачука, который закрепился в топ-10 бомбардиров. Связку Барков-Юбердо развалили и просели оба. Саша по результативности где-то во втором полтиннике. Команда летела, ее форматнули, и она забуксовала. Вот что я вижу, если не удаваться в какие-то статистические дебри. Команда была прям за большие буквы. Но несколько перестановок отравили экосистему, и теперь надо ее восстанавливать. В сумме с неудачным сезоном Бобровского мы получаем затонувшую за линией плей-офф команду. Для побед нужно больше контроля шайбы, больше очков от лидеров, и это точно не к Бобровскому. Нет, я не спорю, Сергей есть проблемы, его отрезок во Флориде реально не назовешь супертоповым. Но чтобы их идентифицировать и исправить эти проблемы, нужно брать квалифицированного тренера вратарей и по много часов пересматривать матчи Бобровского. Я думаю, он сам этим занимается уже который сезон. Но я думаю, что он остается одним из сильнейших артарей лиги. У его зарплаты вполне органическое происхождение, и его статистика в этом сезоне является не столько источником проблем Пантер, а скорее их следствием. Когда Флорида билась за выход в финал конференции, Бобровский бился со всей командой и в этой битве не был слабым звеном. Он переживает тяжелый отрезок, но не он один. И выбираться из этой задницы нужно не ему одному, а всей команде. Как и бывает в хоккее примерно в 100% случаев. Меня зовут Никита Петухов. Увидимся в следующем видео. Пока. Почему я так показал? Субтитры сделал DimaTorzok